Лёд тронулся, Москва закипела. Как американский конгресс одобрял военную помощь Украине? И куда денутся деньги Путина в Америке? Шпионские сети России в Европе и других странах. Куда катится мир, полярность которого пытается изменить Владимир Путин? Театр абсурда. Из какого оружия стреляли террористы в Крокусе? Чему Скобеева учит молодых пропагандистов? Тайные переживания Марии Захаровой? И когда появится путинский район в Грозном? Добрый день, назову Владимиру нет. Сейчас будет подробный анализ главных событий прошлой недели. Что из-за чего произошло и к чему в итоге приведет. Я приправлю факты выводами, а не домыслами. И обращу ваше внимание на детали, которые вы, вероятно, могли упустить. Ну а вы смотрите сами. Горящие нефтебазы в России, погибшие мирные жители в Украине, перипетии в американском конгрессе, суды над Дональдом Трампом, война на Ближнем Востоке. Все это такие важные новости, к которым мы уже, к сожалению, привыкли. Поэтому эту программу я начну с одного очень интересного события во Львове, о котором рассказала BBC. Посмотрите внимательно на это фото. На нем украинский нейрохирург Михаил Ловга держит на руках британскую девочку Рэйчел. Что же Рэйчел делает в Украине, если там идет война? Зачем она приехала из далекой Северной Ирландии? Дело в том, что у Рэйчел тяжелейшая форма эпилепсии, которая привела к серьезным проблемам с развитием ребенка. Эпилепсия настолько тяжела, что тело неоднократно травмировано во время приступов болезни. На родине девочки отказались сделать операцию, так как определили, что приступы исходят сразу из нескольких участков мозга. История страшная, но со счастливым концом. Родители отказывали сидеть сложа руки и ждать, пока ребенок просто умрет. Ну и начали искать разные варианты. Искали, искали и нашли знаменитого американского нейрохирурга Люка Томича, который дал уже практически отчаявшимся родителям надежду. И сказал, что операция может избавить девочку от почти 90% приступов. А еще Томич посоветовал везти малышку Рэйчел во Львов, где ей, собственно, и сделали в итоге операцию. Британской семье пришлось привыкать к звукам сирен воздушной тревоги. И новостям о том, что Россия в очередной раз обстреляла украинские города, но игра все же стоила свеч. Теперь Рэйчел в полном порядке, она уже дома в Северной Ирландии, постепенно возвращается к своей нормальной детской жизни. Ну а вот Украина к нормальной жизни пока не возвращается. Там продолжается война, ее исход, если не полностью, то во многом зависит от того, продолжит ли мир помогать Украине выжить в условиях российской агрессии. Американский конгресс на прошлой неделе снова обсуждал предоставление Киеву военной помощи. Одесса, Днепр, Харьков. Россия от своих традиций не отступилась. Ракетные обстрелы терроризировали украинцев всю прошлую неделю. Десятки погибших и раненых, среди которых дети. Российские обстрелы в последнее время изменили свой характер. От хаотичного забрасывания украинских территорий железом российская армия перешла к более организованным обстрелам. Очевидно, запрещенки подвезли. Обложенные западными санкциями микрочипы, которые Россия самостоятельно производить просто не способна, все равно туда попадают. Через страны Центральной Азии, Сербию, ну и в промышленных объемах через Китай. Трипольская ТЭС уничтожена 11 марта, яркое тому доказательство. Украине просто нечем защитить свое небо. 16 апреля украинский президент Владимир Зеленский дает интервью американскому вещателю PBS. Уже в самом начале Зеленский непрозрачно намекает американской аудитории, что времени играть в подкидного дурака уже просто нет. Счет идет десятками человеческих жизней ежедневно. Все бы ничего, Украина уже привыкла во многом полагаться на свои собственные силы. Если защитить свое небо пока не может, то отрезает тылы противника и разрушает инфраструктуру, которая питает захватническую армию. Новая серия прилетов по российским НПЗ. Отличная иллюстрация, что сидеть сложа руки украинцы не будут. Очевидно, атаки по российской нефти не по душе союзникам Украины на Западе, так как это может повлиять на цены на нефть, а нестабильность в мире сырья сейчас никому не нужна. Слухи об этом просочились в прессу, что, мол, даже вице-президент США Камала Харрис непрозрачно намекнула Зеленскому, что этого делать не стоит. Но аля гер ком аля гер, Украине нужно выживать. На этом фоне показательно то, как Израиль отразил ракетную атаку Ирана, когда не только продемонстрировал ракетный безлимит, но и все увидели, что, оказывается, союзники тоже могут сбивать чужие ракеты. Украине такое пока и не снилось. Риторика, что, мол, помогать будем, но очень боимся втянуться в конфликт, уже, в общем-то, в приличном обществе вызывает оскомину. Даже Макрон, как мы помним, не пытается уже заглянуть в глаза Путину, а говорит о том, что велика вероятность, что бравые натовские ребята все же будут физически выдавливать российских оккупантов из Украины. Зеленский тоже говорит об этом открыто, не прикрывая суть дипломатической мишурой. Израиль в НАТО или нет? Вот вам и ответ. Израиль не страна НАТО, а союзники, в том числе и страны НАТО, защищали Израиль. Показали силам Ирана, что Израиль не был в одиночестве. И это урок. В Москве в это время сидят и ждут, когда же между Киевом и Вашингтоном наконец пробежит та самая черная кошка. Очевидно, украинскую карту легко было разыграть в предвыборной кампании, рассказывая американцам, что, мол, их деньги идут в украинские карманы. Все это подпитывалось доброй порцией англоязычной кремлевской пропаганды, но... Но давайте посмотрим на детали. В субботу, 20 апреля, американские конгрессмены снова взялись дискутировать по поводу предоставления военной помощи Украине. Они уже и сами просто взяли бы и проголосовали. Но надо же как-то сохранить лицо. Вот и придумали, что это, мол, теперь не безвозвратная помощь, а долг, который позже нужно будет все же отдавать. Обозреватели отмечают, что и риторика самого Трампа сильно смягчилась, и этому даже, вероятно, есть объяснение. Совсем недавно Трамп встречался в Нью-Йорке с президентом Польши Анджием Дудой. Тот, поговаривают, убеждал Трампа пересмотреть свои взгляды на войну в Украине. Что же в итоге будет в этом пакете военной помощи? Разделят ли Израиль Украину? И, в конце концов, проголосуют или нет. Вопросы, которые будоражили всех на протяжении недели, не остались без ответа. Признаюсь, что еще во вторник, 16 апреля, ко мне в руки попал так называемый драфт. Проект решения, в котором предполагалось, что Украина получит все же 48,5 миллиардов долларов из 95, которые планируют выделить на помощь иностранным государствам. Каким именно, я думаю, объяснять не нужно. Уже ближе к парламентским дебатам денежные расклады несколько поменялись. Украинский пакет набрал в массе до 61 миллиарда долларов и включил в себя даже дальнобольные ракеты «Атакамс», которые Киев просил уже столько месяцев к рядом. 17 апреля спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон, представил три раздельных законопроекта о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Байдену все это было сильно по душе. Примечательно, что дебаты проходили в сильно напряженной обстановке, поскольку спикер Джонсон мог вылететь из спикерского кресла как пробка, причем по инициативе своих же однопартийцев. И вот день Че настал. Примечательно, что первым проголосовали закон, который поможет запретить Америке ТикТок на федеральном уровне, санкции против Ирана и, вот момент, забрать замороженные российские активы на территории США. Дальше голосовали помощь Тайваню, а вот украинский вопрос вызвал серьезные споры. Республиканцы кивали в сторону Евросоюза. С экономической точки зрения эта война не является даже честной борьбой. Валовый внутренний продукт Евросоюза в 9 раз превышает ВВП России. Их население в три раза превышает российское. Европейский союз может сделать больше. Если Соединенные Штаты продолжат финансировать эти усилия, ЕС не наберется политической воли, чтобы сделать то, что он должен. Демократы говорили о том, что Америка может и должна сделать больше для Украины. Сегодня мы не знаем ни одной страны, у которой хватило бы смелости продолжать, как это сделала Украина. И Соединенным Штатам нужно иметь смелость, чтобы встать и помочь им продолжать бороться, когда это необходимо. Но в итоге Конгресс голосует за. После этого закон пошел на утверждение в Сенат. Там его будут голосовать 23 апреля. Ну а потом на подпись Байдена. В Сенате, говорят обозреватели, никаких сюрпризов быть не должно. Легкое прохождение Верхней Палаты закону пророчили еще с самого начала. Ну а Пентагон все это время был на низком старте. В военном ведомстве не ждали политической воли Палаты представителей, а молча готовили отправку помощи, как только документ соберет голоса. Уже в течение недели новая порция американского оружия будет отбивать российские атаки на украинском фронте. Стоит ли говорить, что после этого голосование в Кремле знатно подгорало? Но подгорало даже не за 60 миллиардов долларов для Украины, а за путинские деньги в Америке. Песков тут же написал, что США ответят за решение о конфискации собственности России. Москва примет, мол, меры, отвечающие ее интересам без ограничения по времени. Это прямая цитата. Прошлая неделя была богатая на интервью. В преддверии событий в американском конгрессе интервью российским пропагандистам дал верный конь Путина Сергей Лавров. Он наговорил много, среди прочего, что Россия, мать, всегда, мол, за дипломатию и переговоры. Мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам. И да, у нас же был опыт, мы же сразу согласились, когда украинцы, поняв, что они заигрались с бомбежками Донбасса и с продвижением прямых методов геноцида против русских на своей же собственной, как они считали, территории. И они предложили переговоры через 2-3 недели. А еще, как интересно, раскрыл секреты мирной сделки, которую в начале полномасштабки пытались навязать на уши Украине. Лавров рассказал, что, оказывается, тогда Россия предлагала Киеву ни больше, ни меньше гарантии безопасности. Смотрите сами. Гарантии очень простые. В итоге мы были готовы пойти на то, чтобы, как хотела украинская делегация, эти гарантии были предельно серьезными. Ну и пределом серьезности считалась статья 5-я Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса. Ну, дословно ее не стали воспроизводить, но там были согласованы другие несколько формулы. Но, по сути, это очень серьезные гарантии безопасности. И записано было специально, что эти гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс. Что ж, все бы ничего, да только вот параллельно выходит увесистый материал на ресурсе Foreign Affairs. Журналистам издания в руки попали копии черновиков, проектов того злосчастного псевдомирного договора. И вот выясняется, что, о, диво дивное, что Путин тогда был настолько угнетен от провала Блицкрига, что даже готов был обсуждать статус Крыма. Только подумать, а что же Путин кричал в прямом смысле этого слова 10 лет назад. Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Драфт коммунике весны 2022 года включает в себя положение, которое призывало обе стороны стремиться мирно разрешить спор по поводу Крыма в течение последующих 10-15 лет. То есть, если Путин готов был мирно обсуждать статус Крыма, то не сильно-то он этот Крым в голове Путина и российский. Ну и в завершении этого блока скажу, что словаки на прошлой неделе изо всех сил ломали стереотипы. В ответ на действия своего пророссийского правительства они собрали 2 миллиона евро на снаряды для Украины, таким образом присоединившись к инициативе соседней Чехии, которая изо всех сил ищет боеприпасы по всему миру. И в этом же контексте хочу вам показать вот это видео. Это кадры крушения дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. В Ставропольском крае он только что наносил ракетные удары по Украине и вот уже возвращается домой. Как произошел инцидент. В России, конечно же, инцидент связали с технической неисправностью борта. Но в то же время глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью украинской службе Би-Би-Си признается, что техническую неисправность российского бомбардировщика вызвали украинские системы противовоздушной обороны. Самолет ждали в засаде именно на этом рубеже около недели. И вот он в итоге долетался. Но ведь это же не первый сбитый российский самолет. Да, действительно, не первый. Но первый такого класса. И этот случай стал психологическим переломным моментом. Теперь россияне понимают, что даже стратегическая авиация, работающая со значительных расстояний, будет под ударом. Почему эта информация в блоке о международной помощи? Как я уже говорил, это еще одна иллюстрация того, что помощь помощью, а Украина не будет сидеть сложа руки. Ну а мы продолжаем. Пожалуйста, если смотрите программу в интернете, внизу кнопка лайк и подписка. Нажимайте на обе. Да и комментируйте сколько угодно. Свободная дискуссия, здоровая психика. А в следующем блоке, смотрите сами, мы попытаемся, вопреки мнению классика, понять Россию умом. Как же все удобно получается организовано. Столько праздников к ряду грядет. Сначала православная Пасха, а уже 7 мая инаугурация Путина. Ну а потом стандартные мероприятия победобесия. Россия всех переиграла. Инаугурация, говорят, будет довольно штатная. Ничего особенного. Хотя... Хотя говорят, что вот Чечня готовится особенно тщательно. Кадыров, кремлевского хозяина любит. Пропагандистское издание Ре-Новости на прошлой неделе сообщило, что почти 100% населения Грозного выступило за создание в столице Чечни района Путинский. Кадыров не понимает без бумажки, что говорит. Он не знает, как формируется бюджет в веренной ему территории, сколько дотаций Чечня получает из федерального бюджета. А помните осенью 22-го года, когда Путин объявил о мобилизации в России, Кадыров вообще сказал, что в Чечне мобилизации никакой не будет. Мол, республика и так перевыполнила план на целых 254%. Интересно, он сам это считал? А как считал? Какой был план? И откуда был план мобилизации до начала этой мобилизации? Ну а в Украине тем временем Владимир Зеленский все же подписал новый, более строгий закон о мобилизации. Хотя там особо ничего нового. На самом деле всеобщая мобилизация в стране шла с самого начала полномасштабного вторжения. Это была вынужденная мера. Но в Москве своя параллельная реальность. Вот, к примеру, Мария Захарова вся распереживалась. Как же теперь украинские мужчины новый этот закон переживут? Чудовищный с точки зрения людей на Украине бесчеловечный закон о ужесточении мобилизации, который уничтожает права украинцев. Все военнообязаны вне зависимости от того, находятся они в стране, или находятся они за ее пределами, должны в двухмесячный срок, то есть до середины июля, обновить в бывших военкоматах, а ныне территориальных центрах, комплектование своей персональной данной. Сейчас и сам Путин не хочет открытой мобилизации. Мобилизация для него – это дестабилизация. Население России все меньше верит в священные цели, так называемое СВО, и все больше хочет жить, как раньше. О том, что война теряет популярность, я уже неоднократно говорил в предыдущих программах. Потери российской армии на территории Украины измеряются сотнями тысяч убитыми и ранеными. Люди заканчиваются, а войну как-то надо подкреплять. Путин обещает, что мобилизации больше не будет. Поэтому, наверное, Захарова и переживает так сильно не за своих российских, ну а за украинских мужчин. Ну а где же все-таки он будет брать людей? Блумберг, ссылаясь на источники в Кремле, пишет, что сейчас армию будут активно усиливать контрактниками. Во-первых, правдами-неправдами уговаривать мобиков подписать контракт, ну а во-вторых, агитировать новых, так сказать, добровольцев вступать в ряды. Каждый месяц российская армия будет пополняться 30 тысячами новобранцев. Постепенно, незаметно, чтобы, так сказать, не драконить население. Ну а по телевизору и в интернете будут рассказывать о правых победах российской армии на геополитической сцене боевых действий. И никто не заметит, что отопление в домах так и не появилось, и что дороги к поликлинике нет. Потому что и самой поликлиники тоже никто не построил. Если мы с вами считаем себя патриотами, то лучше относиться к государственной точке зрения и работать на государство. Это тоже кто-то назовет наверняка пропагандой. Но это будет пропаганда здравого смысла, пропаганда интересов твоей страны, пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны. Интересно, как живется людям, когда интересы их страны не совпадают с их собственными интересами? Что думаете? Пишите в комментариях, если смотрите программу в интернете. Да, кстати, это выступление Скобеевой я сюда поставил не просто так. Это фрагмент ее выступления на курсе молодого бойца «Информационный фронт», который проходил в Калужской области. Скобеева предстала перед блогерами и молодыми журналистами в качестве, я сейчас процитирую, «борца с фейками в условиях спецоперации». Ну то есть вы поняли, да? Мобилизации нет. Есть как бы контрактники, которые добровольно пришли в армию, ну чтобы агрессивно навязывать интересы своей страны другим. Ну еще и Скобеева, которая вдобавок к своей бурной деятельности готовит еще целую плеяду молодых звезд, которым она на всякий случай и про то, как подавать новости про российскую агрессию, тоже рассказала. Рассказала. Смотрите сами. Не до конца имеет значение, что конкретно происходит. Обратите внимание, происходить может одно и то же событие, но интерпретация этого события имеет значение. Это то, что в современном мире, наверное, принято называть эпохой постправды, когда есть правда или, может быть, правды нет. Ну то есть не важно, что был нанесен удар. Ну как? Важно, но не в этом сакраментальный смысл. Важно, какое именно мы с вами или они для нас сформируют отношение к этому удару. Умом все же Россию не понять. Прав был Тютчев. В нее можно только верить. На этом, судя по всему, она держится уже не один век кляду. Итак, потери трудоспособного населения в России уже перевалили за полмиллиона человек санитарными и невозвратными. То есть убитыми и ранеными. С убитыми понятно. По версии Путина еще она рожает. Гораздо хуже в России дело обстоит как раз с ранеными. Домой уже возвращаются десятки тысяч, искалеченных физически и морально. Поверьте, Скобеева может рассказывать сколько угодно, что лучше навязывать интересы своего государства. Но это государство о них уже давно забыло. А что будет через пять или, скажем, лет десять? Говорит ли Путин правду? Да, говорит. Уже сейчас он из каждого своего пропагандистского утюга рассказывает населению России, что скоро в стране не будет рук. Наши предприниматели должны понимать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы. Они столкнутся с дефицитом рабочей силы. Да, да. Минусуйте полмиллиона потерями, к ним прибавьте тех, кто бежали из страны, вот вам и выйдет. Ну и кроме того, кто же будет увеличивать эту рождаемость? Ведь трудоспособные, они же по совместительству одновременно и боеспособны. И они же одновременно и детородны. Ну а их все меньше. Любая война приводит к упадку рождаемости. Россия и до этого во многом полагалась на труд мигрантов. А теперь вот они в немилости. Рейды и гонения только усилились после теракта в Крокусе. Вот вам, например, заявление никого-нибудь, а целого главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Смотрите сами. Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. Люди предлагают, если они граждане России, получили гражданство, пожалуйста, на передовую. Не пошел на передовую, не выполняешь свой гражданский долг, пожалуйста, обратно к себе на родину. На родину, да, лишить гражданства. Шовинизм на государственном уровне это уже нечто нормальное для современной России. Нечто превратившееся в обыденность. Вот, например, совсем штатная новость в официальном телеграм-канале того же Следственного комитета, коим руководит Бастрыкин. В Санкт-Петербурге сотрудники полиции, в том числе азербайджанской национальности, избили участника СВО. Следственными органами ГСУ, СК России по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка. В этой истории хороши все. И очередной участник, так называемый СВО, и сотрудники полиции, ну и, собственно, Следственный комитет, который в том числе азербайджанскую национальность вынес в описание правонарушителей в официальном релизе. Хотя чего, собственно, удивляться тому, что происходит в стране, где президент избирает сам себя, целует чужих детей в живот, рассказывает о резиновой попе и мусорной жабе. По-моему, для малышей есть такой мультик «Мусорная жаба», да, когда там что-то выращивают, используют мусор, жаба это мусор поедает, и потом что-то выращивает. Дело очень хорошее. Жаба молодец, она на нашей стороне занимается решением экологических проблем. Органично дополняет этот театр абсурда только шаман в нацистской косухе, который поет, что он русский и что поет до конца. Есть в России такой фонд «Защитники Отечества». По названию, думаю, не нужно объяснять, кто за этим фондом стоит. Так вот, на прошлой неделе фонд этот опубликовал отчет о своей деятельности. Ну, как любой фонд, он хотя бы в теории должен отчитаться за потраченные деньги. Так вот, согласно опубликованным данным, они оказали первичную психологическую помощь почти 19 тысячам российских военнослужащих, вернувшихся с войны. 19 тысяч – это такая хорошая себе статистическая выборка. И более четверти военных в итоге получили рекомендацию уверенным шагом идти прямиком к психиатру. Убийства промышленными масштабами не проходят даром. И сколько Скобеева бы не рассказывала об обществе «Постправды», в котором, по ее мнению, мы все живем, России явно придется иметь дело с глобальной проблемой. К нехватке рук прибавится еще и нехватка здоровой психики. Недавно, к примеру, сотрудник Минздрава Кемеровской области рассказал новой вкладке о зомби-апокалипсисе, который в скором времени ожидает Россия. Улицы страны заполнят агрессивные мужчины и женщины, вернувшиеся с войны, которые будут требовать от остального общества справедливости. Справедливости, которой, как вы сами прекрасно понимаете, они и в итоге не получат. Последствия этого зомби-апокалипсиса представить несложно. Но не будем делать выводы заранее. Как говорится, поживем увидим. Ну и коль скоро я коснулся темы мигрантов и терактов в Крокусе, не могу не поделиться с вами еще одной новостью, которая меня очень впечатлила. Помните, с каким рвением российские власти искали украинский след в московском теракте? Помните про окно на границе? Про то, как Лукашенко даже якобы при этом не пропустил террористов к себе в страну, оставив без ответа вопрос, зачем они ехали в Беларусь, если окно было в Украину? Помните, потом даже нашли в этом деле след американский? Об этом я рассказывал в прошлой программе. А вот журналисты важных историй нашли во всем этом след, вы не поверите, российский. Издание пишет, что нападавшие на Крокус стреляли по находившимся там людям из новых штатных автоматов вооруженных сил Российской Федерации. В частности, подозреваемые использовали АК-74 и АК-12. Последний вообще был запущен в массовое производство лишь в 2018 году и тогда же принят на вооружение российской армии. То есть сказать, что террористов вооружили украинцы, уже выходит и не получится. Ну а где же нападающие взяли это новое российское оружие? С 74-кой вариантов много. Она экспортировалась во многие страны мира и даже производилась в Пакистане по лицензии. Но вот АК-12 все намного сложнее. Его успели получить только российские спецподразделения и наемники некоторых частных военных компаний. Понятно, что вероятнее всего этот автомат попал обратно на территорию России с Донбасса. Вероятно, это оружие одного из погибших российских военных. Они его просто потом перепродали на черном рынке. Авторы материала согласны с версией следствия, что оружие для нападения на Крокус шло через Дагестан, поскольку на Кавказ идет большой поток контрабанды от военнослужащих. И там уже можно договориться, найти и достать боевой автомат из рук в руки. Бывший офицер 42-й мотострелковой бригады российской армии Константин Ефремов, который уволился из армии в мае 2022 года и переехал в США, рассказал журналистам, что российские военные продают оружие фактически за бесценок. Если до полномасштабной войны с Украиной пистолет стоил 500-1000 долларов, то сейчас в зоне так называемой СВО можно его купить и за 200, но автомат за 300 долларов. Ну и чтобы закончить эту теорию с российским театром абсурда, скажу еще вот о чем. В июле прошлого года на базе Российского государственного гуманитарного университета появилась высшая политическая школа имени философа Ивана Ильина, который возглавил, понятное дело, Дугин. Для тех, кто забыл, Иван Александрович Ильин это русский философ, изгнанный из страны большевиками и большую часть своей жизни проживший в Европе. Ильин в свое время приветствовал приход к власти в Германии Гитлера и также ему очень импонировали идеи Муссолини. Ну а сейчас он, конечно же, умер, но идеи-то его живут. И живут они в голове у Путина. Российский президент неоднократно его цитировал и считает Ильина своим идейным вдохновителем. То есть получается, что фашизм в России все же прошел. Хотя сколько мы слышали криков о том, что не пройдет. Так вот, студенты РГГУ не хотят себя ассоциировать с Ильиным и запустили поэтому электронную петицию с требованием переименовать учебно-научный центр. По состоянию на утро воскресенья 21 апреля петиция набрала 22 тысячи голосов из 25 тысяч необходимых. Так вот, в Кремле отказались от этой дискуссии. Песков прямо так и сказал в комментарии проекту Ксении Собчак, что да, Путин цитирует Ильина, но вот касательно переименования и тому подобное, то это нет. Ну и еще сказал, что в Кремле считают непозволительным оскорбление самого Дугина. А вы что думаете? Обязательно пишите комментарии, если смотрите выпуск в интернете. Ну и кнопки лайки подписаться тоже никуда не исчезли. Не стесняйтесь, нажимайте. Будем вести дискуссию вместе. Рафаил Шепелев российский оппозиционный активист. Осенью 2021 года он переехал в Грузию, где скрывался от преследования российских властей. История классическая во всех смыслах. Сегодня Шепелев снова в России. Он признан невменяемым и отправлен на принудительное психиатрическое лечение. Активиста, напомню, обвиняют в участии в деятельности террористической организации и оправдании терроризма. История совсем грустная, потому что мужчину на территории Грузии выкрали российские силовики. 12 октября прошлого года он с полупустым рюкзаком и в легкой куртке вышел из дому и с легкой, как его куртка, руки российских спецслужб очутился на любимой родине в тюрьме. В СИЗО номер 3 в Нижнем Тагиле. Ну а как же так получилось? А получилось довольно просто. Шепелев поехал в село Кирбали Цхинвальского района. Цхинваль это, напомню, оккупированная российскими войсками территория Грузии. Пошел в местную церковь, где его и взяли под белой ручки родные пограничники из ФСБ. Зачем Шепелев отправился в серую зону? Какая нечистая сила его повела в церковь, где сидели российские пограничники? Тут активиста считают, что его туда заманили обманом. Но это сейчас не главное. Главный вывод из этой истории в том, что российские спецслужбы что хотят, то и делают во всех, без исключения странах мира. Они, так сказать, ни в чем себя не ограничивают. Достаточно вспомнить историю про Скрипалей и Салсберийские шпили. Естественно, мы ехали, чтобы посетить в Тога-Хенш полцарм, собор Дева Марии. Но этого не получилось, потому что там была как-то по-русски жижа. Город был Ну или совсем недавние намеки Путина о готовности обменять американского журналиста Эвана Гершковича на цитеру российского патриота, который ликвидировал человека в Европе. Сидит в одной стране, в стране союзника Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Что же это за российский патриот такой? Не секрет, что это Вадим Красиков, осужденный за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. И сидит он в Берлине. Но зачем я об этом всем рассказываю? Германия, в которой Путин в молодости служил разведчиком далеко не первого эшелона, представляет для Москвы особый интерес. 18 апреля Шпигель написал о том, что в Баварии арестовали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России и подготовке диверсии по заданию российских спецслужб. Главным подозреваемым является 39-летний Диттер С. Ему с марта 2024 года помогал 37-летний Александр Е. Радио Свобода пишет, что в их квартирах и на местах работы прошли обыски. У обоих подозреваемых помимо российского есть и немецкое гражданство. Диттер давно попал в поле зрения соответствующих органов Германии, так как с 2014 года по 2016 воевал на стороне так называемой ДНР против Украины. Ему, ко всему прочему, вменяют еще и участие в иностранной террористической организации. Ну и, собственно, Диттер и Александр пишет, другое немецкое издание Тагишау знали друг друга еще со времен пребывания на оккупированной территории Украины. Следствие считает, что с октября 2023 года Диттер обсуждал диверсионные операции в Германии с лицом связанным с российской спецслужбой. Утверждается, что он согласился на совершение поджогов и взрывов на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях и промышленных объектах. На секундочку. Он прицеливался на транспортные маршруты, используемые для перевозки военных грузов. Конечной целью планируемых атак было подорвать поддержку Украины со стороны Германии. Диттер фотографировал и американские военные объекты в Германии, а также передавал изображения российским спецслужбам. Среди этих объектов, за которыми велась слежка, как сообщается, была и учебная база армии США, расположенная недалеко от города Графенвер, восточной Баварии. Правоохранительные органы Германии несколько месяцев наблюдали за мужчинами. Разрешение на уголовное преследование ранее им выдал лично министр юстиции страны Марка Бушман. МИД ФРГ вызвал российского посла Сергея Нечаева и вручил ему ноту протеста. В ответ пресс-служба посольства России в Германии заявила, что немецкая сторона не предоставила доказательств, свидетельствующих об указанных планах задержанных и о возможных связях с представителями российских структур. Российский МИД назвал это дело, цитирую, «откровенные провокации, направленные на разжигание ФРГ и без того зашкаливающая шпиономания, повышение градуса антироссийских настроений, дальнейшее разрушение российско-германских отношений». Ну а также посольство РФ запросило консульский доступ к арестованным, если они действительно мол являются российскими гражданами и заявило, что любые недружественные действия в адрес России не останутся без последствий. Ничего непредсказуемого. Такими темпами Путин уже очень скоро взбесит даже пока еще вполне терпеливого по отношению к нему Шольца. Ну и тогда уже немецкому канцлеру не придется спорить с Макроном насчет формулировок о возможной отправке западного контингента на территорию Украины. В общем, если вы не знали, то термин «третья мировая» был впервые упомянут в 1941 году, когда в разгаре была еще вторая. Тогда многие страны мира начали активную разработку ядерного оружия. Ну и все вдруг поняли, что в какой-то момент это ядерное оружие, внезапно появившееся на мировой сцене, может выстрелить. В 1977 году был разработан философский закон Мерфи. Согласно этому закону, если что-то теоретически может пойти не так, то оно обязательно пойдет не так. Этот принцип широко используется при оценивании рисков в бизнесе и политике. Очень, правда, хочется, чтобы он не сработал касательно ядерных угроз. Ну а вы что сами думаете? Оставляйте комментарии, если смотрите выпуск в интернете. Ну а если вы за это время не отыскали кнопку лайки подписаться, то самое время это сделать прямо сейчас. Ну вот на сегодня и все. С вами был Владимир Унец и программа Смотрите Сами. Надеюсь, вам было интересно. С нетерпением жду новой встречи на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»